Всем привет! Это будет видео о подарках к Новому году. Я покажу то, что подарили мне. В основном вы все это видите перед собой. И также будет несколько продуктов, которые дарила я. Например, Just от Roberto Cavalli. И вот эти три помады сделаю вам сравнительный анализ. И первым делом начну с комплекта серебряных украшений. Это было вот такое вот колье. Вы могли видеть его на мне в нескольких последних видео. Оно мне очень нравится. Такая филигранная работа. Так она называется. Филигри. Очень здорово смотрится. Посмотрите, какая красота. Это ручная работа. Обожаю это украшение. И к этому колье также в комплект шел браслет. Освещение у меня не очень важное, но я надеюсь, вы рассмотрите. Очень похоже на какие-то такие ракушечки. Дальше хочу вам показать новинку для волос, которая появилась у меня. Был подарок моего мужа. Дело в том, что практически перед самым Новым годом у меня сломались мои термощипцы от Remington. Ремингтон, которые были у меня с тефлоновым покрытием. У меня было на них отдельное видео. Я пользовалась теми щипцами на протяжении двух с лишнего лет и была очень довольна. И расстроилась, когда они у меня сломались. И мы вместе с моим мужем пошли в магазин и выбрали именно вот такую модель. Я сразу обратила внимание, опять же, на марку Remington. Они не сильно дорого стоят. По-моему, в районе полутора тысяч. Вот. То есть до этого у меня было такое тефлоновое покрытие. Сейчас это какое-то кератиновое покрытие. Я не знаю, что это, но здесь такая вот прижимная планка. Очень удобная. Я выбирала не слишком тонкие, не слишком толстые, чтобы получались красивые локоны. Чем мне нравятся именно эти щипцы? Во-первых, у них очень хороший такой захват плотный. То есть волосы не выскакивают. Прижимная планка очень хорошо все это держит. Покрытие мне очень нравится. Оно гладкое и волосы не пригорают к нему. То есть получается идеальный локон. Вы, в принципе, могли это наблюдать в видео о фаворитах, о любимчиках 2013 года в продуктах по уходу за кожей. Меня часто спрашивали под видео, с помощью чего я сделала такие локоны. Так вот, с помощью вот этих щипцов. Очень здорово. Кератин терапи. Также мне здесь нравится то, что, когда я включаю их в розетку, индикатор не сразу загорается. То есть обязательно нужно нажать вот эту еще дополнительную кнопочку. И также здесь есть регулировка температуры. То есть дополнительная такая температурная шкала от 130 до 210 градусов. Обычно я накручиваю волосы на 150 градусов и мне этого хватает вполне. Эта вещь уже секунд за 20 готова к работе. До 210 градусов она за 30 секунд разогревается, но мне это даже и не нужно. Хорошие, очень мне они понравились. И также к ним в комплекте шел вот такой вот чехол из кожзама. Он абсолютно выдерживает всю температуру. То есть даже после того, как вы попользовались ими, можно горячими убирать сюда. Хотя я, конечно, горячих сюда не убираю, но тем не менее производитель заявляет, что ничего страшного не произойдет. То есть чехол термостойкий. Очень довольна этим подарком. И если кто-то ищет вот подобные вещицы, то советую присмотреться к Ремингтону, потому что очень довольна. Помимо этого я забыла упомянуть, что данная модель электрощипцов имеет очень такой длинный, удобный шнур. И, как видите, он вращается вокруг своей оси свободно, что тоже очень удобно в использовании. То есть шнур никогда не накручивается и не запутывается. А следующий подарок, который вы можете видеть у меня, это крем от Lancome, который называется Hydra Zen NeuroCalm. Я его еще не открывала. У меня он идет в формате крем-геля и в объеме 50 мл. Закрытая абсолютно коробочка, потому что я решила этим продуктом пользоваться уже, наверное, ближе к весне, может быть, к лету, потому что у него легкая консистенция. И, потому что сейчас я пользуюсь несколько другим уходом, я их сейчас вам расскажу в этом же видео. Будет очень интересно. Это первый крем от Lancome. Обязательно попробую его. Дальше хочу вам показать два продукта от Estee Lauder. Это был, опять же, подарок моего мужа, ну, скажем так, по моему заказу. Потому что у меня закончился крем. Вот я его вам покажу. Revitalizing Supreme. Здесь у меня был в объеме 30 мл. И вот абсолютно вымазал до конца, буквально сегодня. Поэтому начну эту баночку. Многие меня упрекнут и скажут, что после натурального какого-то ухода, после ухода от корейской марки, почему я снова перешла на Estee Lauder. Смотрите, даже вложили пробник в сыворотки. Упаковка выглядит идентично. Первый. Значит, показываю вам его. Здесь защитная такая крышечка. И сам крем. А сам крем очень приятно пахнет. Он достаточно плотный по текстуре. И мне очень нравится, как он распределяется по коже. То есть он не оставляет никакой-то липкости, никакой-то жирности. Есть некая пленочка, но такая, знаете, от нее каким-то даже холодком веет. Очень приятно. То есть с ней на моей коже полный комфорт. И объясню еще одну вещь. С наступлением холодов. У нас такая сейчас какая-то дурацкая зима, что на улице дождь, ветер. Очень сильный, кстати, ветер постоянно. Снега как такового нет. Но кожа у меня начинает обветривать очень сильно. И какой бы крем я ни наносила, я выхожу на улицу. И у меня после того, как я прихожу домой, покраснение на лице. Вот именно вот этот крем дает мне защиту на это время года. То есть кожа моя после использования вот этого крема не краснеет. Для меня это очень важно. Поэтому я попросила подарить мне именно вот эту баночку. И буду ее использовать всю зиму. Именно в качестве дневного крема. Потому что он меня просто сейчас выручает. И, как видите, никакой жирности и липкости, никакого блеска нет. Кожа абсолютно матовая. Кожа чувствует себя комфортно. Еще раз повторю. Этот крем прекрасно, как на базу ложится макияж. Он не течет. Он никуда не исчезает, не сползает пятнами в течение дня. И, что для меня еще важно, я уже использовала вот эти вот баночки в количестве двух штук еще. В прошлом году я использовала. Вот сейчас у меня закончилась. И хочу сказать, что абсолютно не вызывает появление прыщей. Здесь не содержится минеральные масла. Но здесь есть силиконы. И, в принципе, в достаточно большом количестве. Но, тем не менее, меня это сейчас никак не напрягает. Наоборот. Силиконы дают хорошее увлажнение кожи. Хорошую защитную пленку. И абсолютно не вызывают появление каких-либо прыщиков и воспалений на моей коже. То есть, довольна этим кремом. И, как уже сказала, буду пользоваться им до конца зимы. Пока вот будет такая некомфортная погода для кожи. И также в комплекте к этому крему мне подарили вот такую маску. Я уже знакома с этим продуктом. Опять же, пользовалась и я сама, и мама. Это из серии лифтинговой маски. Идет вот в таком розовом тюбике. Очень приятная вещь. Хорошо подтягивает, разглаживает кожу. Хорошо ее увлажняет. В общем, продукт, который действительно работает на коже. Поэтому стоит своих денег. Следующее, что я вам хочу показать, это тушь от Елены Рубинштейн. Лэш Куин Маскара. Я впервые знакомлюсь с тушью от Елены Рубинштейн. Вот так вот она выглядит. Честно вам скажу, что не пользовалась я еще ей. Но открою, покажу вам щеточку. В ближайшее время очень хочу начать ей пользоваться. Щетка выглядит вот так. То есть, обычная такая, ворсовая. Очень-очень черная. И больше, в принципе, про эту тушь пока ничего не могу сказать. Читала много отзывов. Пишут, что дает шикарный, роскошный объем. В общем, посмотрим. Попользуюсь. И, конечно же, когда буду делать косметические видео, буду вам рассказывать. Буду делиться впечатлениями. У меня она идет в оттенке 01 Black Black. Дальше вам покажу. Это аромат Just от Роберто Кавалли. Эту туалетную воду я подарила своей маме. И хочу сказать, что она понравилась и ей, и мне. Выглядит флакончик вот таким вот образом. Здесь 50 мл. Очень интересный аромат. Он очень необычный. И у меня еще не было подобных ароматов. Он какой-то такой сладковатый и в то же время немного пряно-медовый. То есть медовые ноты здесь очень хорошо чувствуются. И поначалу я даже переживала, вдруг он не понравится моей маме. Но, к счастью, она им уже пользуется. И пользуется очень активно. И вполне довольна. Советую присмотреться. Я очень долгое время на него смотрела. И когда мы летали и на Кипр, и на Родос, я все принюхивалась, прислушивалась к этому аромату. И потом решила, в конце концов, приобрести для подарка. И, как видите, не прогадала. Очень интересный дизайн флакона. Очень интересный аромат. Он отличается совершенно от тех ароматов от Роберто Кавалли, которые есть у меня в наличии. Дальше. Из моих подарков для мамы, опять так же, я хочу вам показать помады от Клиник. Я думаю, что вы узнали их по дизайну флакончика. Сразу скажу, что они продаются вот в таких вот картонных коробочках. То есть не просто помадки. Те, кто смотрит меня постоянно, знают, что самый любимый оттенок помады моей мамы из линейки Клиник Long Last Lipstick, это вот такой F6. К сожалению, его сняли с производства. И больше его нигде невозможно купить. Вот остался у нее последний тюбик. Так же, как и у меня. И нужно было искать какую-то замену. Потому что это шикарная помада. Я уже много раз об этом говорила. И я начала искать подходящие по тону, по оттенку именно вот к этому F6. И я думаю, что я нашла, по крайней мере, один из них. И я вам сейчас покажу их поближе на сводчах при дневном освещении. Хочу сейчас на сводчах при дневном освещении сделать сравнительный анализ вот этих трех помад. Первая F6, ту, которую перестали выпускать. Сейчас мой любимый оттенок FA, которую я нашла. И G1 Violet Berry. Сейчас покажу вам их в сравнении. Итак, помада F6, которой мы как раз ищем аналог. Вот это FA и G1. Перед вами сводч на помаду F6. Дальше, рядышком, я нанесу оттенок FA. И вот с этой стороны G1. Она из них будет самой яркой, но тем не менее, все равно что-то общее есть. И я бы даже сказала, что вот эти две помады наиболее близко друг к другу подходят. И сейчас своей маме я вот приобрела на замену F6 вот этот оттенок. И она очень-очень рада. С этим немножко не угадала. Как видите, он более ягодный. Классная помада. Я ей ставлю оценку 5 из 5 по качеству. Поэтому для тех моих зрительниц, которые успели полюбить помаду в оттенке F6, я все-таки рекомендую присмотреться вот к этому оттенку FA. Потому что они, на мой взгляд, максимально близки друг к другу по цветовой гамме. Надеюсь, с помадами все ясно. И последнее, что я хочу вам показать, это книга, которую вы видите на заднем плане. Называется она «Моя мультиварка». Очень интересная книжка. Мне она настолько понравилась. Я вам сейчас ее покажу поближе. А во-первых, эта книга понравилась мне тем, что здесь описывается именно моя модель мультиварки от Panasonic. И это очень удобно, потому что не у всех мультиварок совпадают режимы. Здесь очень красочный описан рецепт. Посмотрите, очень красивая фотография. Дальше подробно написано то, что нам потребуется. Фотографии всех продуктов и пошагово то, что нужно делать. То есть даже для того человека, который никогда не сталкивался с приготовлением блюд в мультиварке, это будет очень-очень легко и просто. Здесь есть рецепт приготовления первых блюд. И блюд для гарнира, мясных, рыбных. Также какие-то десерты и выпечка. То есть здесь все очень-очень здорово, подробно и красочно это все изображено. Книга мне понравилась настолько, что я нашла ее в книжном магазине. Приобрела еще одну для того, чтобы подарить кому-то из вас. Планирую в ближайшее время сделать кулинарный конкурс. И книга будет одним из подарков для моих победителей. Но пока не буду забегать вперед, потому что еще не до конца я продумала концепцию своего кулинарного конкурса. Но тем не менее подарок уже есть, поэтому я над этим задумываюсь. Если кто-то увидит ее и захочет приобрести, то я ее советую. Это одна из немногих книг, которая действительно меня заинтересовала. По ней очень легко готовить. Получается все очень вкусно. И в ближайшее время я вам покажу несколько рецептов, которые я взяла из этой книжки. Ну, правда, немножко адаптировала их под себя, но тем не менее. Поэтому для любителей блюд из мультиварки в ближайшее время будут подобные рецептики. Хочу сказать, что были еще некоторые подарки для кухни. Какие-то там ножички, формочки. В общем, мелочи, которые многие из вас любят смотреть. Но я планирую сделать отдельное видео и показать вам их поближе. И поподробнее про них рассказать. На этом я свое видео о подарках заканчиваю. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Постараюсь ответить. Пока!